Всем привет! С вами я, Алиса. В последнее время я что-то зачастила с посылками. Надеюсь, вы не против, поскольку я знаю, что вы любите рубрику распаковка посылок. Так что сегодня ко мне пришла еще одна посылочка. На коробке написано, что тут 2 килограмма кукол. Она может показаться вам очень маленькой и легкой, на самом деле это не так. Там лежит достаточно много кукол. Но перед тем, как мы начнем наше видео, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, ну а также поставить лайк под этим видео. Если в этом видео будет посторонний шум, например, от самолетов или от машин, то извините. Начнем распаковывать эту посылку. К вашему вниманию представляется картина, которая так и называется. Алиса тупанула, потеряла где-то в комнате резак, и теперь приходится все это ножницами как-то резать. И на самом деле я не знаю, что находится в этой посылке. Вообще ни малейшего понятия не имею, какие куклы там лежат. Так что сейчас будем открывать и смотреть. По-другому у меня нет как-то вариантов. В машине бибикуют, но это норма, это тема. Кое-как добираюсь уже до посылки. Режу. Посмотрите, даже тут заклеили все скотчем. Видать, там лежит что-то супер маленькое, чтобы ничего не потерять. Напряжение. Так, тут у меня так-так-так, не будем это смотреть. Убираем ненужные баблы. И господи, что с куклами? Нет, не надо. Почему они в таком состоянии валяются? Просто в мешке. Ребята, серьезно, в мешке. Что это такое? Начнем смотреть. Первая кукла. Итак, нашу коробочку открывает Клодия Вульф из коллекции Страх Камера Мотор. Я подумала, что у нее распущенные волосы, а они нет, на резиночке. И, кстати, очень неплохо. То есть они в таком хорошем состоянии. У куклы очень хорошая печать глаз. И, в принципе, комплектация тоже хорошая. Так что ей огромнейший лайк. Правда, такой запах застоял немножко. Но не беда. И, конечно, состояние, как они валяются, это немножко пугает. Ну, а тут я вижу уже, вот, у меня дневнички выспались. Два дневника. Это от Клодии Вульф или Клавдии и Хоннисвамп. Хоннисвамп. Вы бы меня поняли. И вот, собственно, мочалка. Да, я ее привыкла так называть. Ух ты, у нее намного меньше волос, чем у моей Хоннисвамп. Да и которые вообще приходили ранее. Ну, а так все в ней шикарненько. Ну, кстати, да, реально, шевелюра намного меньше как-то. Как на волос маленькое. Ну, может быть, оно и к лучшему. Расположим ее рядом со своей подружкой. С Хантливуда. С Клодией. И они будут смотреться вместе обалденски. Ну, и третья куколка, которую я вижу в этой коробке. Так, у меня что-то не получается развязать этот пакет. Так что я вам покажу сразу куклу. Достану ее вот так вот. Постараюсь аккуратненько. Итак, Скара Скримс из коллекции I Love Fashion. Шарниры у нее, ну так, немножко болтаются. Но я думаю, это уже свойственно стареньким достаточно куклам. Понятное дело, с глазами у нее все хорошо, поскольку у нее даже зрачков нет. Как я вижу, в пакетике вот такие вот лежат еще стойки. Сейчас я их достану. Ну, а также в пакете лежат еще и аксессуары, которые прилагались к этим девчонкам. Вот. Воу. Продавец положил все аксессуары, входящие в набор. И даже с подставки вот такие вот и расчески, как и положено. Так что, насчет этого набора претензий вообще никаких нет. И это просто супер. В посылке также лежат баблы, баблы и куколки. Они также в пакетиках. Сейчас мы с вами уберем ненужное, чтобы нам это не мешалось. И давайте посмотрим. Ооо, а тут я вижу куколок, которых у меня нет в открытом виде. Надеюсь, этого маленького столика хватит на такое большое количество кукол. Итак, первый пацанчик это... Воу, это Дьюз Гаргон из серии Гулз Алайв. Вот первый раз его держу в руке, честно говоря. И у меня такое ощущение, что его переодели в аутфит базового Дьюза Гаргона. Но на самом деле это не так. Потому что это все-таки Гулз Алайв. Проверим его рабочее состояние. Ну так, походу батарейка немножко села. Первый раз обратила внимание на его змейки, которые меняют свое положение. Дьюз вообще никаким образом не хочет садиться на стол. Так что мне его пришлось положить. Ну все-таки Гулз Алайв у них такие тела, что не посадишь. О, так вот, Фрэнкиштейн из этой же коллекции. Кстати, обратите внимание, другая печать вообще лица. Она такая матовая, больше подходит Фрэнкиштейн, нежели прозрачная. Она тоже, конечно же, не может сесть, потому что у нее такое тело. Ну а также Спектра из данной коллекции. Ой, ой, ой. Надо же, нога отвалилась. Ладно, сейчас починим. Оп, все отлично. Проверим. О, какая же она страшилища. У кого есть куколки из данной коллекции Гулз Алайв, напишите в комментарии, будет интересно почитать. В принципе, очень хорошая замена базовым куклам. Ну и, наконец, кошечка Торелый Страйп. Уху. Да, прикольно. Ой, отлично. Хорошо выглядит, хорошо. Ей бы еще кожаную курточку, ну и вообще отлично было бы. У меня у нее глаза так и должны быть. Слушайте, я что-то запуталась. Что у нее с глазами-то? В общем, мне нравится, что у меня еще взгляд отведен в сторону. Вау. Также в пакетик положили две такие подставочки в форме седла. Кстати, ребята, недавно на моем канале вышел новый обзор на страшненьких достаточно кукол, которые светятся в темноте. Это коллекция Great Scary Reef. Обязательно посмотрите этот обзор, если хотите быть в тренде. Первая кукла, которую я достала из Ever After High, это Блонди Локс Базовая. Это первая кукла моей коллекции Ever After, которую я вообще открыла в своей жизни. Так что с нее, можно сказать, началась моя кукольная коллекция Эверяшек. И я вот смотрю, у нее что-то с волосами не то. Они так сильно залачены, но мне кажется, просто вот так вот разъехались. Шарниры у нее движутся хорошо, ничего не разболтано. Также к ней шла расческа, буклет. Пусть будет тут стоять, что мне, не жалко. Еще одна Эверяшка, вот вы уже можете догадаться, по этой сумочке, если вы являетесь таким активным фанатом. Также тут и буклетик такой. И куколка Сидар Вуд, или же Кедра Вуд. У нее волосы вроде бы очень даже такие пышные, как и должно быть. Но немножко все-таки потрепались. Скорее всего, пока вот доставляли эту посылку, у нее они вот так вот немножко ухудшились. Это еще не все. Сейчас мы с вами рассмотрим вот такой вот пакетик. Кукол буду доставать по очереди. Вау, это Мэдлина Хэттер из коллекции Way to Wonderland. Этой куклы у меня не было в открытом виде. И я первый раз ощутила вот эту массу, эту безумную копную волос. Ох ты, обалденно. Вот тут вот самое приятное. Может, конечно, ей так расчесали уже волосы? Пышные, очень пышные. А сама кукла... Длин, 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 длин. Сама кукла так в хорошем состоянии. Все аксессуары, все прикреплено в отличном виде. Упс. У нее еще ботиночки слетают. Это проблема всех Мэдалин. Добро пожаловать. И еще одна кукла из этой коллекции. Обалденно. Знаете, как я ее сейчас раскрыла? Вот так. Извините, не смотрите на меня. Не смотрите, не смотрите на меня. Вообще, это Эппл Вайт из коллекции Way to Wonderland. То есть, дорога или путь Страна Чудес. И если посмотреть, эту куклу только что достали из коробки. Поскольку вот эта вот вся пластмасса, она осталась вот на ее сумке. У меня сейчас один вопрос. А где ее кисть? Кисть. Хух. Хорошо, что эта кисть была в пакете. Как же это радует. Это мой самый лучший момент в жизни. У нее волосы в отличнейшем состоянии. Она так красиво смотрится. Прям яркая такая девчоночка. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новинки моего канала. Буду очень рада, если вы напишите в комментарии, с такой же прической у вас Мэдлиэн Хэттер. Да и какая монстряшка или же монстр, я продюсер сейчас говорю, вам понравился больше всего из этой посылки. Ну и веряшки, конечно, тоже в счет. Буду вам отвечать и лайкать вас. Всех вас очень-очень люблю. До новых встреч. Be cool and crazy. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok